Друзья, всем мироба! С вами я, Искрайбер. Два месяца с Xiaomi Mi 9T. Да, за два месяца ты уже можешь узнать о всех минусах этого телефона. Также ты можешь узнать и о плюсах этого телефона. Друзья, мы сегодня поговорим и о плюсах, и о минусах. Сразу забегая вперед, друзья, скажу, это тот редкий случай, когда телефон, в принципе, не вызывает никакого торжения, даже минусы. По сути, мы им высосем из пальца, но все-таки они есть. Они не совсем большие, друзья, и с ними можно жить. Друзья, пока мы продолжаем, не забывайте подписываться на телеграм-канал. Все ссылочки, друзья, в описании под этим видео. Там скидки на все телефоны, на Redmi Note 7, на Mi 9T, различные купоны, все, что вам, друзья, нравится. Все есть на этом телеграм-канале. Обязательно проходите по ссылке и подписывайтесь. Прошло уже больше двух месяцев, и обратите внимание на корпус. Сам корпус у меня под чехлом, соответственно, конечно, он не царапается, но если мы обратим внимание на верхнюю и нижнюю грани, я ношу телефон в кармане, то есть у меня нет никаких для него еще специальных чехлов, приспособлений. Он просто в кармане, там, может быть, не с ключами, но с какими-то другими предметами. Так вот, обратите внимание, верхняя и нижняя грани, они абсолютно чистые, не расцарапаны, не поцарапаны. И также стекло. Я не стал склеить защитное стекло. На самом деле у меня не было времени. И со временем, друзья, я, скорее всего, его приклею. Но, несмотря на отсутствие защитного стекла, переднее стекло вообще в порядке, друзья. Даже никаких царапин нет. Оно выглядит идеально. Если его вытереть, протереть, то телефончик, по сути, абсолютно новый. В этом плане, конечно, все окей. Чехол потихонечку стирается, есть зацепы, царапины небольшие, но это нормальное явление. Второй момент – это выдвижная камера. Многие предполагали, что эта камера засорится, то есть туда будет попадать мусор, какие-то мелкие детали и так далее. Я вам хочу сказать, что я ношу этот телефон в кармане, как я уже сказал, и там есть мусор. Да, но мусор в этот телефон, на самом деле, не очень сильно попадает. У меня не было проблем с выдвижной камерой, чтобы она, возможно, там застряла. Или мусор накопился вот именно в небольших прорезях между камерой и корпусом телефона. Да, таких проблем, друзья, тоже нету. Так что здесь тоже все нормально. Третий момент – чехол. Чехол, который идет в комплектации. Чехол, друзья, ну прям вообще великолепный, отличный. Посмотрите, он защищает камеру, он справляется со всеми функциями, которые предназначены для этого чехла. То есть он очень тонкий, он функциональный. В нем нет ни одной лишней детали. Чехол, друзья, вот реально разработали просто для людей. Он и снимается легко, и устанавливается легко. Не ломается, не хрустит, не скрипит, вообще проблем нет. И еще небольшой такой плюсик, друзья, чтобы вытащить здесь сим-лоток, не надо снимать чехол. Сим-лоток находится внизу, и эту часть чехол не закрывает, да. То есть это действительно тоже очень удобный момент. Ну, как для меня. Для вас, возможно, как бы вы поставили симку и гоняете, но я телефоны постоянно меняю. Для меня это, друзья, небольшой такой плюс. Четвертый момент, друзья, это батареи на 4000 мАч. Вот с батареей здесь прям полный порядок. Система адаптирована великолепно, отлично. Супер Амолит справляется очень хорошо. Я, друзья, установил сюда темную тему, для того, чтобы батарея тратилась еще чуть меньше. Always-On Display у меня включен постоянно. И этот телефон я умудрился растянуть на 4 дня. Но понятно, что я пользовался им совсем мало. Но, друзья, на 4 дня хватает современного телефона с очень большим экраном. 6,39 дюймов. Это просто реально очень классно. В плане батареи и автономности, друзья, это один из самых классных телефонов сегодня на рынке. Пятый момент – это камера. Здесь, друзья, меня радуют два момента. 48 мегапикселей. Камера действительно очень хорошая. Она тянет, она вытягивает. У него очень отличная детализация, цветопередача и все такое. Если бы инстаграм-блогер, то для вас 48 мегапикселей – это действительно будет очень хороший подарок. Фронталочка тоже в порядке. Но меня больше всего радует, конечно же, широкий угол. На широкий угол я очень много снимаю видео. Друзья, вот сейчас плашечка сверху всплывет. Там я снимал влоги на этот телефон. И там много широкого угла. Также там есть видео на основную камеру. Короче, тащит она просто великолепно. Стабилизация хорошая. Звук записывается приемлемым образом. Кстати, в том видео, которое сверху плашечка вышла, звук я писал полностью на телефон. То есть я не использовал ни микрофона, ни какой-то другой лишний звук. Чисто вот именно звук на телефон. Мне кажется, получилось очень даже отлично. Камера, друзья, здесь просто очень даже в порядке. Мне кажется, за эту цену лучше чего-то найти невозможно. Если вы YouTube-блогер или Instagram-блогер, наверное, это лучшие камеры, которые сейчас можно использовать. Конечно же, за эту цену. Шестой момент, друзья, это световой индикатор. Но что меня напрягает, друзья, в этом световом индикаторе? Он здесь, в принципе, есть, но я его не вижу почти что никогда. То есть функционал этого светового индикатора просто нулевый. Ноль. Потому что он расположен сверху на ребре. Почти что никогда он не работает, не горит. Я даже не знаю, каким образом он настраивается. Если приходят какие-то письма, то он никоим образом не реагирует на эти письма. Если приходит SMS-ка или же ты заряжаешь телефон, тогда этот световой индикатор горит. И за все время, друзья, я заметил этот световой индикатор только пару раз, наверное. То есть когда он действительно светился, я понимал, окей, мне пришла SMS-ка или там что-то происходит. Это вот минус этого телефона. Седьмой момент. Тоже косяк этого телефона. NFC не работает сразу же с коробки. То есть если вы заказываете на Алиэкспресс, я его настраивал. Здесь, кстати, сверху выйдет видео, как настроить NFC на этом телефоне без каких-либо проблем. Но то, что его приходится настраивать, друзья, это тоже как бы не очень хорошо и неправильно. То есть я хочу купить телефон и сразу им пользоваться. Допустим, ну вот как iPhone ты купил, карточку привязал, пошел сразу плачешь, никаких проблем. Здесь геморрой, заморочки, надо что-то делать. Вот. И были, кстати, друзья, многие случаи. Мне подписчики мои писали, что они купили этот телефон и у них не устанавливается Google Pay. Пишут, что не поддерживается этим телефоном. Хотя они покупали даже не на Алиэкспрессе, а именно у официалов. Я их, конечно, всех отправлял к официальным дилерам. Идите и решайте эти проблемы с ними, потому что все-таки, ну, вы как бы купили гарантию и все дела. То есть вам как бы нужно с ними работать. Если вы купили на Алиэкспрессе, тогда здесь придется немножко позаморачиваться. На 4PDA форум можно решать эти проблемы каким-то образом. Это, друзья, вкратце о том, что я хотел рассказать по поводу этого телефона. Использую я его около двух месяцев, чуть больше. Мне, друзья, все устраивает в этом телефоне. Мне кажется, один из самых идеальных сбалансированных телефонов сейчас на рынке. Mi 9 SE ему очень хороший конкурент, но у него немного меньше батареи. Мне, друзья, очень интересно, если вы напишите в комментариях, что вам не хватает, или, может быть, что вы нашли какие-то косяки в этом телефоне, обязательно пишите, делитесь. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео, не забывайте про колокольчик, репост этого видео. Всем хорошего настроения, позитива и добра. Всем пока-пока.